Качество хорошо приготовленного блюда определяется послевкусием. У каждого праздника остается впечатление, по которому судят о степени организационных усилий, о красоте самого мероприятия и его будущей истории. По всеобщему признанию и народа, и властей всех уровней, муниципальной и областной, Сабантуй в Полевском запомнился количеством гостей. Всего их было более 15 тысяч разнообразной программы, уровнем организации. Глава города Александр Ковалев уверен, Сабантуй показал, как можно действовать сообща. Очень тяжело проводить ряд таких мероприятий, потому что это финансово тяжело и для бюджета, и для нашего бизнес-сообщества, потому что понятно, что люди помогают в попечительственном совете, мы вместе в школу запускаем там День города и так далее, и так далее. Поэтому мысль, она такая, вот День города должен быть, слияние и национальных культур, и слияние всех сил в городе, для того, чтобы действительно были вот такие гуляния, когда все одной целью, задачей сделать праздник для своего города. Я думаю, что на Сабантуйно-областной достаточно проблемно и тяжело это делать каждый год, но городской праздник он должен быть такой. Награждение благодарственными письмами главы всех, кто помогал в организации и проведении большого праздника, не только повод отметить участников рабочего процесса, но и оценить положительные уроки Сабантуя. Главное, еще и подтвердил лучшие традиции, существующие на территории муниципалитета, когда всем миром, все вместе, понимая и степень ответственности, и степень, ну да, ответственности, которая ложилась, да, то есть мы принимали всем городом, администрация не была здесь в одиночку, и это правильно. И те люди, которые здесь сегодня присутствовали, мы с ними просто не могли вот по праву не поделиться вот теми приятными отзывами о нашем празднике, потому что они вложили тоже немало в то, чтобы праздник состоялся на высоком уровне. Традиции, да, появились традиции, это проведение городского субботника в городском парке, потому что это место, любимое горожанами, это место всеобщего отдыха, проведения там каких-то мероприятий, поэтому в канун летнего сезона, я думаю, что нужно там дальше практиковать проведение городского субботника. Фарис Юсупов стал родоначальником идеи о проведении Сабантуя в Полиском, хотя первым в списке городов-претендентов значился Североуральск. Как-то подумалось, почему бы не наш город предстоит, чтобы этот праздник Сабантуя проводился у нас, в нашем городе. Тем более, было положительное восприятие со стороны главы, со стороны управляющего директора. Спасибо им огромное за то понимание, потому что этот Сабантуй, он не только там национальный, он уже общий. Какой бы дружбы народов. Я вот в многих Сабантуях бываю и в Татарстане, и в Перу-Уральске проводили, в прошлом году Березовске проводили. Ну, каждый житель, как патриот, наверное, города Полиско, я должен сказать, что действительно отличается. Там было на открытой площадке. Люди, конечно, тоже старались, а тут вообще все было замечательно. Фарис Калимолович много путешествовал, видел Сабантую в других регионах страны и сделал все, чтобы праздник стал на нашей улице. Организационная помощь Северского трубного завода, предприятий города дополнилась добровольной работой волонтеров. Вот почему вместе с руководителем предприятия благодарственные письма получили волонтеры, которые добавили Сабантую краски энтузиазма и ноты коллективизма. Наша телекомпания сопровождала праздник на всем пути его рождения и потому оказалась в числе награжденных. Эльмира Самохина, Константин Веронов. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok